Анастасия просматривает видео, на котором ее дочери 7 месяцев, любознательная, веселая и, главное, здоровая девочка. Тогда, сейчас Наде полтора года, и она не умеет даже половины того, что проделывала еще год назад. Беда пришла в семью в новогодние праздники. 8 января она резко перестала держать голову у нас, то есть просто голова стала болтаться, как на веревочке. А уже на следующий день у нее начались судороги, припадки, как при эпилепсии, с ними попали же в реанимацию. После обследования выяснилось, что маленькая Надя редкий ребенок. Вернее, редкой оказалась болезнь, которую у нее обнаружили врачи. У девочки глутаровой цедуре первого типа. Это редкое генетическое заболевание, при котором ребенка с рождения необходимо держать под наблюдением врачей, кормить определенными специализированными смесями и продуктами питания. Выявить это заболевание очень сложно. Оно проявляется, по сути, в моменты криза. Один из них и случился у Нади. Это болезнь, связанная с неусвоением двух аминокислот, лизина и трептофана. То есть они полностью не расщепляются в организме и образуется кислота глутаровой, она поражает головной мозг. В России одна болезнь к 50 тысячам. То есть в приятии у нас одна она. Крис привел к тому, что сейчас в полтора года Надя не держит голову и страдает сильными гиперкинезами, непроизвольными движениями рук и ног, которые вызывают боль. Девочка спокойна только тогда, когда находится на руках или занята упражнениями, которые мама делает с ней каждый день. Первые, наверное, я не знаю сколько, вот пять месяцев мы просто нанеслась рук и днями, ночами на руках. Мы по очереди ночью дежурили и днем, и ночью. И постоянный плач, и ее постоянно гнет, ломает вот эти гиперкинезы. Любовь Геннадьевна понимает, что сейчас нужна дочери как никогда. Она видит, что за улыбкой, которую Настя демонстрирует на камеру, на самом деле скрывается материнская боль. Та, что невозможно передать словами. Только вера в чудо и исцеление помогает сегодня семье держаться и просто жить. И когда я приезжала в больницу, навещала их каждый день, конечно, какой был ребенок, а какой стал, это для меня был шок. Я еле сдерживала слезы, потому что не могла только это, не хотела расстраивать дочь. Вера в то, что Надя может пойти на поправку, теперь подкреплена и врачами из германской клиники. Они изучили историю болезни девочки и ее диагноз и согласились принять на лечение. Правда, счет выставили такой, что родителям Нади даже при поддержке родных его не осилить. Мы все-таки верим, надеемся, что она пойдет с вашей помощью. То есть реабилитация очень хорошая в Германии есть. И очень дорого она стоит. Как бы миллион рублей, это для нас непосильную сумму, конечно, собрать. Если вы хотите помочь в сборе средств семьи Нефедовых на лечение маленькой Нади, сделать это можно, позвонив по телефону 8 908 407 27 97. Мама девочки Анастасия Нефедова. Мама девочка Анастасия Нефедова. Мама девочка Анастасия Нефедова. Мама девочка Анастасия Нефедова. Мама девочка Анастасия Нефедова. Продолжение следует...